Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. И в этом видео я хочу показать, как правильно удалять расширение с Joomla 4. То есть это информация именно о сторонних расширениях, которые вы, например, установили на сайт, понастраивали и поняли, что оно вам, допустим, или не нравится, или не подходит. И с сайта нужно от этого расширения, конечно же, избавиться. Вообще, я рекомендую все расширения, которые вы думаете, что вам подойдут, сначала тестировать на тестовой площадке. То есть завести тестовый домен, тестовую Joomla поставить и там тестировать, но не на рабочем сайте. Убедившись в том, что вам расширение точно подходит, что нет конфликтов с другими вашими расширениями, с вашим шаблоном и так далее, вы уже используете потом это расширение на своем сайте. И, конечно же, перед удалением расширения обязательно нужно делать резервную копию с сайта и базы данных. На всякий случай. Потому что были случаи при удалении расширения, сайт ломался полностью. Ну и, конечно же, не стоит копить расширения на рабочем сайте, для тех, кто не знает. То есть вот если я в компоненты посмотрю, на этом демо-сайте установлено лишь одно стороннее расширение. Оно называется RS-SEO. Допустим, я хочу его удалить. То есть копить их не надо здесь, потому что с каждым расширением вы утяжеляете сайт. То есть сайт будет дольше грузиться у конечного пользователя. А это, вы как понимаете, убийца SEO вообще и убийца ваших клиентов. То есть люди просто не дождутся загрузки сайта и уйдут к вашим конкурентам, у кого сайт побыстрее. Поэтому мы используем только те расширения, которые мы действительно нам нужны. И ни в коем случае их тут не копим на рабочем сайте. Итак, в чем может быть самая главная ошибка, о чем вы можете даже не догадываться. Все события на сайте, то есть расширение вы установили на сайт. Вот вы видите, оно на сайте есть. Вы нашли, допустим, как его удалить. Что еще происходит? Еще все события на сайте, они записываются в так называемую базу данных MySQL. Расширение-то вы удалите, а запросы и таблицы останутся в базе. И они там тоже могут копиться. То есть расширения нет, а таблицы есть. Из таблицы нужно правильно их тоже вычищать. Именно таблицы этого расширения, которое вы удалили. Давайте посмотрим на практике. То есть вот расширение Rassel. Я хочу его удалить. Я нажимаю здесь «Система», дальше нажимаю «Расширение», и вот здесь есть кнопка «Управление». Нажимаем «Управление», чтобы его здесь быстро найти. Вот так вот у вас, например, будет. Я нажимаю «Параметры». И да, вы должны понимать, когда вы установили расширение, расширение может еще иметь на борту плагин и модуль. Удаляя расширение, вы не удаляете плагины. Их надо проверять, что они тоже удалены. Вот, допустим, я смотрю. Надо отсортировать по компоненты. Состояние можно тоже выглядеть включенное. Вот он наверху Rassel у меня. Если вы его здесь не видите, свое расширение, которое хотите удалить, можно кликнуть «Найди», кликнуть еще раз. И последнее расширение, которое вы установили по времени, оно будет появляться вот тут наверху. Итак, я ставлю галочку напротив расширения и нажимаю «Удалить». Подтверждаю действие. Удаление компонентно успешно завершено. Дальше я проверяю. Перехожу в модули. Смотрим, есть ли модули. Кликаю по ID, кликаю еще раз. Модулей я не вижу. Еще можно попробовать воспользоваться поиском. Я написал Rassel и у меня нашел русификатор от этого расширения. Его тоже можно отсюда удалить. Далее я выбираю обязательно плагин. Кликаю на ID, кликаю еще раз. В данном случае у меня были два плагина от Rassel. Я их удалил. Точнее, они удалились автоматически, когда я удалил компонент. Но не всегда это бывает. Иногда плагины остаются. Обязательно надо проверять. Просто по названиям плагинов. Я прошелся по всем страницам. Убедиться в том, что плагинов нет. После этого обновлю сайт. Вижу, что сайт работает. Проблем никаких нет. В моем случае с этим расширением я проверил таблицу базы данных. Таблица автоматически тоже удалилась. Но вы должны знать, что может быть такое, что таблицу надо отдельно вычищать. Я думаю, что это зависит, видимо, от самого расширения, которое вы используете. На другом сайте с этим же расширением, так как у меня таблица удалилась, а я все же хочу показать, как находить нужные таблицы от расширений, которые вам больше не нужны, и вычищать правильно таблицу из базы данных. С этой таблицы нужно работать очень аккуратно. Удалив ненужную строчку с таблицей случайно, вы можете поломать сайт. То есть как определять? Вот в этой колонке у вас будет находиться префикс. Он у каждого свой будет уникальный. Вот в этой колонке будут идти именно названия. Вам просто нужно в таблице внимательно отыскать названия. И они будут идти несколько, как правило, таблиц от каждого расширения вместе. То есть не будут разбросаны по всей таблице. И вот смотрите, я нахожу Redirect Links, и дальше, видите, идет столбик, где написано RS SEO, то есть название именно компонента. То есть вот эта табличка, она относится к этому расширению. И смотрите ниже, идут другие таблицы, связанные с этим расширением, потому что есть название RS SEO. То есть вот я вижу, что эти все таблицы, они относятся именно к этому расширению. То есть их достаточно много. Вот я выделил все. Ниже вы видите, тут уже идет другое название. То есть эта таблица не относится к этому расширению, который я хочу удалить. Вот они выделены все. То есть вы проверяете, если у вас таблица не находится, значит таблицы удалились автоматически. Если вот мы их видим, их обязательно нужно вычистить из таблицы. То есть вот они все выделены, дальше в самом низ. Из контекстного меню я выбираю вот так удалить. И нажимаю Да, подтвердить действие. Вот так вот это делается. Надеюсь, для вас был урок полезен и понятен. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok